Резко показываю, как сделать без плагинов такое видео. На днях выпустил видео, где я рассказываю о том, как не нужно использовать плагины, как вообще можно обойтись без плагинов. В сегодняшнем видео покажу три прикольных перехода, как можно сделать без плагинов, используя стандартные инструменты Final Cut. Ныряем в Final Cut. Итак, вот у меня здесь есть уже накиданная дорожка с этими переходами. И первый переход у нас будет примерно вот такой. Такой очень простой, прикольный переход. Можно его использовать в клипах или где-то еще там в тревое видео. Итак, нам понадобятся два разных куска клипа. Например, вот этот парень, томный, выделяем клавишей I, начало. Клипа, с которого хотим взять клавишей O, конец, E, сбросить на тайм-линию. И берем второй кусок, с которым мы будем соединять. Не важно какой, показываю на примере. Вот этот грозный чернокожий парень в бандане, что-то там поет. Вот эти два куска мы хотим соединить. Короче, берем первый клип, первый кусок клипа, отмеряем, где мы хотим сделать переход. Но если мы делаем это под музыку, то мы, естественно, делаем это под какой-то бит. Но я сейчас буду показывать без музыки, поэтому я ее затемню. Берем, например, вот этот кусок. Сейчас немножко подвинем его, чтобы он был лицом сюда. Отлично, он смотрит в камеру. И обрезаем его здесь. Потом берем второй кусок клипа и ставим его под первый кусок клипа. Здесь нам нужно обрезать клавишу B. Берем blade, обрезаем, появляется gap. Возвращаем его на место. Ставим скиммер в начало и примерно у нас получается, смотрим, сколько он у нас по кадрам. Он у нас идет 2 секунды. Давай немножко подрежем. Клавиша вот такая, стрелочка в сторону. Уберем 2 кадра, чтобы было ровно 2 секунды. Хотя, знаешь, 2 секунды даже много для такого перехода. Можно еще обрезать еще на секунду, чтобы было более резко. Берем за вот край клипа и смещаем просто влево. Смотрим 24, у нас 25, это 1 секунда. Проверяем. Щелкаем 2 раза сюда. 1 секунда, да, все верно. Здесь этот клип тоже сокращаем. Ставим скиммер в начало и делим примерно пополам. Клавиша B, обрезать. Клавиша A, вернуть обратно. Выделяем первый наш кусок клипа. Сделаем чуть побольше. И сокращаем его примерно до 70% скейл. 70. Окей. А второй кусок еще на 20% меньше. 50 примерно. Получается у нас вот что. Отлично. Теперь добавим небольшой эффект тряски. Я называю это шейк. Шейк и бури. Выделяем все вместе, вместе с нижним клипом. Нажимаем Option G. Это у нас Compound Clip. Либо если ты не запоминаешь горячие клавиши, выделяешь все правой кнопкой. New Compound Clip. Но рекомендую запоминать горячие клавиши, это очень важно. Compound Clip у нас есть. Ставим скиммер в начало. Смотрим, где у нас из 70 идет переход в 50. Нашли. Выделяем клип. Command B, обрезаем здесь. Теперь добавим в эти клипы немного тряски. Ставим скиммер в начало. Ключевыми точками выбираем Position. Предлагаю сразу же начать с тряски. И здесь произвольно по оси Х смещаем немножко вправо на 60%. По оси Y немножко вверх. А, видишь, смотри, получается появляется черная полоса. Нам не хватает немного места. Для этого нам нужно зайти в Compound Clip. Я забыл кое-что сделать. Нужно было вот в этом клипе, который у нас нижний, увеличить его еще примерно на 150%. Ну, для того, чтобы был запас, когда мы будем трясти нашей камерой. Стрелочка обратно. Выход из Compound Clip. Возвращаемся сюда. Ставим скиммер в начало. Здесь мы уже потрясли. Сдвигаемся на один кадр. Ставим здесь по нулям. 0-0. Выбираем опять клип. Стрелочка вправо. Сдвигаемся еще на кадр. Опять ставим ключевую точку. Сдвигаем еще направо. И здесь произвольно мы опять двигаем камерой. Трясем вверху-вниз. Отлично. Сдвигаем еще вправо. Ставим 0-0. Возвращаем в обратную позицию. Еще сдвигаем на один кадр вправо. Опять ставим ключевую точку. Еще на кадр вправо. Произвольно опять смещаем. На втором куске клипа так не запариваться. Просто берем, выбираем Command-C. Выбираем второй клип. Shift-Command-V. Вставить настройки. Здесь у нас выбрано Position. Если бы у нас было что-то выбрано еще, можно было бы убрать галочки. Нажимаем вставить. Проверяем. Хопа. Теперь сделаем то же самое с третьим куском клипа, чтобы переход был еще шейковее. Возьмем, сместим немножечко нашего паренька по оси X и по оси Y. Вот. И таким образом мы делаем наш третий клип. Он тоже у нас переход с трясущейся камерой. Смотрим, что получилось. Это был первый стандартный переход. Выглядит очень круто. Его можно использовать. Ну, как по мне, так это классно. Придает какой-то динамике. Переходим ко второму эффекту. Второй классный эффект у нас будет делаться при помощи масок. Масок я всегда боялся. Некоторые тоже пугаются их изучать. Но на самом деле это очень действенный прием. Можно с ними делать разные прикольные и интересные вещи. Сегодня покажу очень легкий переход при помощи масок. Значит, нам также понадобится два разных куска клипа, две разных сцены. В первой сцене парень у нас бежит и махает руками. А второй он очень эпично смотрит в камеру. Что нам понадобится? Нам понадобится стоп-кадр из этого клипа для того, чтобы поработать с ним, сделать ему масочку. Ставим скиммер в начало, playhead или как там он называется. Нажимаем edit, где у нас тут? Add freeze frame. То у нас получается option F, горячая клавиша. У нас добавляется как фотография. Это сделано для того, чтобы было проще работать с маской. Берем, сокращаем его примерно на 20 секунд. Добавляем на него маску. Маски у нас находятся в эффектах. All mask. Elon Musk. Это типа сишки, что ли? Нет. Так, это... Маньяк. Добавляем draw mask сюда. Убираем эффекты, чтобы они нам не мешали. Перетаскиваем клипец сюда. Сократим еще чуть-чуть на 13. Нажимаем на него. Без разницы, где мы поставим скиммер. И начинаем обводить нашего парня масочкой. Так как я показываю сам принцип, я не буду сильно запариваться. Убираем его, выделяем вот так. Соединяем, заключаем. Ага, появился у нас кусок нашего мужика. Здесь выбираем feather. Добавляем немножечко обводки. Теперь, что мы делаем? Самая интересная часть. Давай-ка удлиним вот здесь, пока он выбегает отсюда. Что-то выбегает. Нам нужно убрать его за кадр, и чтобы он резко появлялся в кадре. Это можно сделать двумя способами. Ставим скиммер в начало, опять-таки. Либо вот здесь в оси X вот таким образом его убрать. Ставить здесь ключевую точку. Сдвинуть на середину. И поставить здесь 0. Можно сделать вот так. Я не очень люблю такой способ. Я больше предпочитаю двигать руками. Я нажимаю вот сюда в transform. Двигаем изображение. Убираем его за пределы экрана. Ставим ключевую точку вот здесь. Двигаем скиммер. Хоп, сюда. И вытягиваем его на наше место. Проверяем, что получилось. Хоп. И вот так он эффектно выскакивает. А для того, чтобы добавить живости этого кадра, я предлагаю немножко его подблюрить. Motion Blur. Выберем вот directional. Нажмем сюда. И его тоже нужно будет анимировать. Выберем здесь вот так. Уберем его совсем. А где-то вот в этой части добавим очень сильного смаза. И будет ощущение, что реально движение камерой, потому что добавится Motion Blur. Смотрим, что получилось. Хопа. Я предлагаю немножко подсократить даже где-то до 12. Ну, чтобы он быстрее выглядел. Даже можно еще на 8 где-то. Вот такой очень простой переход маской. Переходим к следующему движению. Камера это переход номер 3. Итак, нам снова понадобятся две разные сцены, два куска. Вот у нас парень также томно смотрит в камеру. И как-то криво открывает рот. А во втором кадре он нам показывает наверх. Видать, что-то хочет там интересное посмотреть на потолке. Этот переход еще легче, чем предыдущий переход масками. И чем первый переход. Но он не менее эффектен. Снова не забываем увеличить наш кадр примерно на 110%. Первый шот и второй шот также на 110%. Для того, чтобы у нас оставался запас. Потому что сейчас мы будем также трясти камерой. Ставим скиммер в начало. Создаем тряску по такому же принципу. Можно уже не ставить здесь ключевые точки. А просто постоянно двигать на один кадр вправо. И двигать камеру. Чтобы посмотреть, где у нас ставятся ключевые точки. Можно нажать, выбрать клип и нажать Ctrl V. Откроется вот такая панелька. И здесь мы можем управлять ключевыми точками. И двигать их. Так, то же самое делаем со вторым клипом. Можно на самом деле также скопировать настройки. Command C, Shift, Command V. Past вставить. Вот он в таком же самом порядке вставляет ключевые точки. Можно здесь немножко сдвинуть. И сейчас я хочу их передвинуть, все ключевые точки, в конец кадра. Чтобы он трясться в конце. Сейчас поймешь почему. Так, заготовка у нас готова. Так, теперь самое интересное. Ставим скиммер. Выбираем первый наш кусок клипа. Ставим скиммер примерно вот сюда. За 4 кадра до начала перехода выбираем Color Inspector. Здесь для того, чтобы нам поставить ключевую точку. Видишь, сейчас я не могу нигде поставить ключевую точку. Мне нужно добавить Color Board. Нажимаем сюда, добавляем. Ставлю ключевую точку. Передвигаю скиммер в конец. И выбираю экспозицию на лютый пересвет. Вот что у нас получается. Получается такая вспышка. Во втором клипе делаем выход из этого пересвета. Ставим скиммер в начало. Добавляем Color Board для того, чтобы поставить ключевую точку. Засвечиваем кадр. Нажимаем ключевую точку. Двигаем на 5 кадриков. Ну или на сколько там, на 4. И возвращаем экспозицию обратно в ноль. Таким образом получаем переход из вспышки. Смотрим, что получилось. Вот получился такой переход из вспышки. Для более сильного эффекта предлагаю на каждый из клипов добавить стандартный эффект Final Cut. Он называется Prism. Ага, Prism. Добавляем его сюда и вот сюда. Но я не хочу, чтобы он длился по всему кадру. Я его также обработаю ключевыми точками. Поставлю скиммер примерно вот сюда. Уберу его совсем. Чтобы убрать его, нужно нажать влево. Поставлю ключевую точку. Сдвину на пару кадров. И поставлю самую сильную. Самый сильный эффект. Это максимально вправо. Посмотрю, что получилось. То же самое сделаю здесь. Но здесь сделаю выход из Prism. Движением влево. Смотрим, что получилось. А, можно прорендерить. Ctrl-R. Чтобы он у нас хорошо показал. Видишь, рендерится. Именно два куска. Смотрим, что вышло. Отлично вообще. И что еще можно здесь сделать? Можно сделать еще плавнее этот переход. Два этих клипа соединить стандартным переходом в Final Cut. Это у нас O-Cross Dissolve. Он уже открыт. Перетягиваем его сюда. И сокращаем до трех кадров. Это минимальное значение. Вот такой стандартный переход. Делается очень просто. Очень легко. Буквально в три клика. И придает твоему клипу так необходимой нам динамики. Ты можешь использовать такие переходы не только в клипах. Если ты клипы не монтируешь. Можешь использовать их в каких-то своих travel-блогах. Или что-то там снимаешь. Напиши, кстати, в комментариях, что ты снимаешь. Мне очень интересно. Хорошо. Это было видео про три перехода. Не используя плагины. Я использую стандартные инструменты Final Cut. Если оно тебе понравилось, мейкни в комментариях. А на этом все. Хорошего тебе монтажа. Пока. Я соскучил вообще как гангстер на туре.